Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся в Мигросе 5М и идем в магазин FLO. Это обувной магазин, находится он в Турции. Мы сейчас с вами в Анталии, на всякий случай. Собственно, посмотрим обувь мужскую, женскую, детскую. Этот магазин есть много где, то есть он сетевой такой большой магазин. Я бы даже сказала, самый, наверное, распространенный. Ну а с вас, как всегда, подписки, лайка, лайка. Лайка и Денис. И колокольчик. Все, мы пошли. Начинается у нас, собственно, магазин FLO с такой коллекции. Предлагают, ну я думаю, тут самые выгодные цены на витрине стоят. 300 лир, 200 лир такие ботиночки женские, такие со змеей. Надеюсь, вам видно 150. Ну и тут детские уже по 100 лир. Так, в общем, идем смотреть вовнутрь. О, вот, кстати, смотрите какие классные туфли по 130 лир. И такие туфельки за 100. Что касается, вон, кстати, сумка за 130 лир. И решили посмотреть сразу вторую витрину, чтобы было понятно. Тут есть и зимние, такие осенние. 200 лир теплые, такие модные какие-то ботинки 260. А вот задние 120 лир. Так, за 200 лир, за 200. Вот это вообще классно выглядит, мне кажется, супер теплые. И мужское. Посмотрим мужское, женское и детское. Так вот, 200 лир. Что тут у нас еще есть? Вот такие 300 лир. Тут, кстати, есть также не только их фирма, грубо говоря, но также есть всякие там пола, найки, то есть все подряд. Так, наконец-то мы с вами попали внутрь. Такие кроссовки сейчас предлагают за 200 лир, как у меня, только у меня намного круче и кожаные. Похвасталась. Вот, что тут у нас интересного? Вот какая-то фирма Kinetics. 180 лир. Такая достаточно теплая. Но, я думаю, не зима, конечно, особенно наша российская. 200 лир. Так, ну это мы с вами, по-моему, уже видели на витрине за 200 лир. Пойдемте смотреть дальше, что тут еще есть. Вот такие ботиночки за 250 лир. Ну, выглядит модненько. Тут кленовый листик. Предполагаю, что на осень все-таки. Вот, кстати, половские, я за ними давно наблюдаю. Ну, просто такие, как кедики. 180 лир стоят. И что касается качества, если какие-нибудь там пола и все, скорее всего, будет классное качество, собственно. А если вот у них покупать, мы брали Денису, сандалии у него развалились, мне брали так более-менее нормальные. То есть не развалились. Вот. А кроссовки отсюда, по-моему, найковские брали. Тоже нормальные были. Так, вот эти стоят 290 лир. Ботинки. Так, ну тут кроссовки-кроссовки. 160 лир, 200 лир. Вот самые дешевые за 100 лир. Такие обыкновенные. Модная змея, которая стояла на витрине. 164 лиры. Это если кому-то не хватает змеиной натуры, или, может быть, кто-то в террариуме в коллективе обитает. Я думаю, как раз подойдет. Так, 140 лир такие кроссовочки. Пойдемте смотреть, может, кроме что-то кроссовок глянем. Смотрите, какие огромные ряды ботинок. Собственно, цены. Давайте покажу, чтобы было понятно. 220 лир. 250 лир с такими заклепочками. Так, сек, что тут у нас еще есть? Вот такие вот за 220 лир. Так, ну это, конечно, скорее всего, не кожа. Потому что мы живем с вами в нормальном мире. За такую цену она вряд ли будет кожа. Вот. Сумки какие? 160 лир. Вот такая. Что-то напоминает какую фирму, да? Какую-то фирму напоминает. 170 лир. Возможно, показалось. Так, ну такие всякие лодочки. Стоит по 110 лир, по 120 лир. Возможно, куда-нибудь в офис переодеваться. Ну, выглядит удобно. 130 лир. Как вы думаете? Может ли это быть кожей? Так, с этого хороший вопрос, интересный. 140 лир. Что у нас еще с вами интересного? Еще немного ботиночек. Вот эти, я помню, были модные. Я не знаю, мне кажется, лет так 8 назад. 120 лир до сих пор продают. Наверное, все еще пользуются спросом. Это 180 лир. Так, что-то одни ботинки, короче. Немножко туфелек классический. 100, 140 лир, 100 лир. Как вы поняли, магазин недорогой. То есть, такой бюджетный. Я скажу, это самый популярный, мне кажется, такой магазин в Турции. Именно обувной. 210 лир. 220 лир. Так, мы посмотрим обувь с каблучком. 200 лир. 230 лир. Ну, как вы видите, тут прям такого что-то супертеплого нет. В основном кроссовки, туфельки. Ну, все-таки рассчитывают на местные, я так думаю, потребители. А российские потребители не особо думают. 240 лир. Вот рядом 200 лир. Смотрите, как дорого-богато. Не, ну это вообще прелесть. Такой тапок стоит 85 лир. Обалдеть просто. Богатство. Кроссовочки перешли мы с вами плавно. О, классные вообще легкие невесомые. Адидасовские. 430 лир. Что у нас тут? Еще какая-то фирма. Я такую не знаю, но вам покажу. 470 лир. Наверное, какая-нибудь известная. Так, но Анастасия в этом не особо разбирается. И вот найковские. 700. 400 лир. Классные беговые кроссовки. Прям обожаю. Они такие легкие-легкие. И мягкие, удобно стопе. И бегать, и ходить. Ну и адидасовские. Вот по 400 лир. В основном 450-400. Перешли к мужской отдел. 220 лир. Такой кроссовок. Выглядит достаточно тепло. Так, что тут еще? О, тут видите, типа ортопедическая такая стилька. То есть нога прям кайфанет, по идее, в них. 320 лир стоит. Такие модненькие кедики. 240 лир. Так, ну мужчин вообще, наверное, не стоит ожидать сапог увидеть. Потому что... Потому. Мне кажется, в России даже для мужчин маловато всяких сапожек. 400 лир адидасовские. Найковские. И 520 лир такие стоят. Так, что вам еще показать? Тут почему-то затесалось. Я так думаю, это уже, наверное, все-таки детская или не детская. Или женская. 200 лир, в общем, стоит. Ну, выглядит внушительно. Прям 190 лир. У кого, кстати, если кто-то что-то покупал здесь, пишите отзывы. Кому как понравилось, не понравилось. Так, ну вот адидас кроссовок. 450 лир. Ничего, так, по-моему, симпатешная обувочка. Такс. Найк. 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 630 лир. Ну, это дубовый Найк. Это тоже дубовый Найк. 590 лир. Смотрите, какая классная, крутая ткань там, типа под замшу. Но это не замшу, а 200 лир стоит. И внушительная обувь для мужчин такая прям... Я бы сказала, может быть, даже зимняя. 470 лир. Тоже 470. Расцветка, что ли, только разная? Мне кажется, да. Не, ну вот это, смотрите, вообще 250 лир. Классно. Обнаружены половские тапочки Уги. Так, интересно, сколько они стоят. Мой помощник сейчас спит с Моникой. Так, 130 лир стоит. Прикольно. Им прикольно, но, наверное, отсюда вряд ли кто-то повезет тапочки. Ну, мало ли. А 30 лир просто такие теплые, мягкие. Так, ну, это просто милость нереально не показать. Смотрите, какие всякие такие золотые, дорого-богато, милота за 90 лир. Такие за 90 лир тоже есть. Так, ну, я надеюсь, тапки отсюда никто не везет, потому что, мне кажется, в России их полно. Выбора, мне кажется, даже, ну, больше. Это сейчас подростковый отдел, 120 лир, 230 лир. Вот так, ну, по 80 лир, 120 лир. И вот такие вот за 90 лир. Интересно то, что я сказала, что сапоги здесь не ждать, мужские особенно. И тут есть мужские сапоги за 220 лир. Вот здесь покороче тоже 220, 240. Блин, ну, выглядит круто, и мне кажется, недорого. Тем более сейчас лира упала по отношению к рублю, да? 120 лир. То есть туфли прям классная цена. 150 лир. Там Денис что-то комментирует сейчас, спросим, что он. Коричневый тебе нравится? Не знаю, про что он говорит, я далековато. Вернемся, потом узнаем. Так, ну и кроссовки вот самые обыкновенные, 130 лир. Ох, кстати, классные легкие. И дешевенькие. Покажи, что тебе понравилось. 180 лир. А, и удобнее, как главное, что на молнии. Ну да, мне кажется, сейчас уже все на молнии. 130 лир. Такие какие-то ковбойские. Вот такие вот 150 лир. Все, пойдемте, наверное, уже в женский, в детский отдел глянем, что там почем. Ремни от 15 лир. Так, ну, не дошли мы до детского отдела. 220 лир. Так, ну, я так немножко показала вам, чтобы вы поняли цены. То есть, конечно, тут каждую модель смысла особо нет показывать. Если понравится, вы можете сами прийти, посмотреть, что вам нравится. 220 лир. Так, ну, это еще такой, ну, не прям детский и не подростковый. 110 лир. Какие у нас размеры. А с 24 по 30 вот. Так, 120 лир. Это же, мне кажется, даже побольше. Тепленькие такие. 150 лир. Так, ну, тут все вот так. 150, 100, 120, 130. Это мальчуковое. Для маленьких тут 80-100. Диапазон цен всяких раз. У девочек есть такие сапоги. 180 лир, 160 лир. Вот такие 170 лир. О, классные. Классно, как пробиты сердечки. Так, пойдем дальше. Что у нас тут? Тут у нас такие сапожки за 190 лир. Мелотан. Ну, конечно, это не зима. То есть, как бы осень. О, как бы половские. Прикольно. 140 лир, недорого. Интересненько. Вот. И где-то тут еще должно быть совсем для малышаликов. Кстати, носочки за 22 лиры. Три штуки вдруг кому-то надо. Вот. И совсем для малышаликов по 70 лир. Тоже есть всякие кроссовочки. И даже вот такие маленькие ботиночки. У Лено вообще прелесть просто.